добрый день друзья добрый день и сегодня опять другарни инфодайвинга и мы будем разговаривать отвечать на ваши вопросы но для начала зададим один вопрос под роликами нашими много пишут по поводу что мешает музыка напишите нужна музыка такой джаз накладка или не нужно вот этот ролик будет уже без музыки и у вас будет возможность сравнить как лучше и напишите да и мы будем знать все таки как как лучше как чувствуется роднее и быстрее и сегодня мы ответим на вопросы давида винца первый вопрос насколько влияет операция по замене хрусталика на внутреннее видение не влияет не влияет внутреннее видение это направление внутреннего внимание внутрь себя внутреннего взора да и это никак не связано с физическим зрением то есть глаза для этого не нужны они они при этом при когда мы грузимся во внутрь и мы же расслабляем максимально глаза и даже используем физиологические приемы когда кажется что глаза так откатились назад и полностью мышцы расслабились для того чтобы уйти во внутрь и начать видеть все что касается видения это уже работает мозг если во время погружений появляется черная точка с белой каемкой но появляется и появляется как только получает внимание тут же исчезает что это значит могут быть разводы вашего эго а могут быть какие-то настроечные вещи поэкспериментируйте вы будете знать это ваша личная такая еще вполне возможно что просто глаза не расслаблены такое тоже может быть и может черная точечка ли ну я она плавать и вы когда внимание она уходит как бы в сторону такое тоже может быть мне почему-то больше это идет тогда физиологически надо просто расслабить мышцы глаз чтобы глаза не участвовали во внутренней работе да они говорили расслаблен чтобы вообще на них акцент даже нет не делали как они у вас как вы их чувствуете глаза просто уходите в себя и глаза исчезают и следующий вопрос по инкарнационному переходу вот этот вопрос наверно самый интересный все что связано с инкарнационным переходом описано в наших книгах мы дадим пояснение сейчас слух на самом деле на давайте начнем с понимания что такое инкарнационный цикл если в жизни человека есть цикл суточный да то есть день ночь то когда мы рассматриваем режим режим жизнь смерть вот это мы называем инкарнационным циклом он повторяющийся но во время инкарнационного цикла вот жизнь смерть и дальше меняется личность человека дальше меняется у нас другое эго другая программа ума и формируется другие декорации другой выше я давай соответственно другая жизнь и дальше снова жизнь смерть и потом снова снова это вот называется инкарнационный цикл где в психике он прописан первое это в надсознание в надсознание содержится очень большая информационная часть именно по программному обеспечению связанному с жизнью смертью более того там можно видеть уже образы которые связаны с физиологией и можно работать с энергетикой то есть надсознательная часть это наверное одна из самых обширных частей связаны с инкарнационным циклом и дальше в подсознании эта информация дублируется но немножко в меньшем размере в меньшем объеме связи с мигом больше всего связано с инкарнационным циклом информации именно в пустоте в глубинах и это связано с физическим телом и переход вот в эти глубины идет через миг как ни странно там где меньше информации или вот сознание и через тело то есть видите какая завязка в надсознании наибольшее количество казалось бы воспринимаемой нами информации в подсознании ее меньше но переход именно через нее именно через физическое тело и в физическом теле есть такая точка мы ее называем змеиный глаз вот переход идет через нее то есть наше сознание получу внимание за интересом утекает куда-то вот как про инкарнацию так сразу на грозу смотри как все шуметь начала и и пошла даже погода на эту тему работает только что солнце было и вот смотрите получается сознание идет за вниманием за интересом и перетекает другую жизнь это значит что это значит эта жизнь перестает быть интересной то есть переход у человека совершается тогда когда эта жизнь не нужна она перестала быть интересной здесь нет зацепа и в доказательство вот приведенному сказанным казалось бы мы чушь говорим а как умирают молодые как умирают дети неужели у них нет интереса них работает программное обеспечение под задачу и человек его не осознают как робот автомат а когда у человека есть интерес когда человек действительно хочет жить вот моресив он же хотел жить и он выжил в самых жестких условиях потому что он боролся за жизнь и вот для примера у нас можно не раз останавливали инкарнационный цикл нам неприятно останавливать его насильно но вот как раз недавно был такой тоже случай и мы мы для себя экспериментировали вообще вот в нашей практике и случае когда человек очень хотел жить неизлечимая болезнь и он просил оставить его сознание здесь и мы перекрыли тогда мы через надсознание смогли перекрыть инкарнационный цикл даже не заходя в смейный глаз и человек остался остался жить медленно идет реабилитация но она идет да и вот совсем недавний наш пример но там воля к жизни у человека было совсем недавно у нас был пример когда мы работали с человеком вроде бы и тело молодое вроде и жить но он постоянно находился она она постоянно находится в депрессии и это жизнь такая уже не нужна и такая застрадальческая вся смотри на зеркало посмотри сколько тебе лет и ты вся и страдалась и вот когда мы перекрыли инкарнационный цикл чтобы она вся и страдавшаяся осознание уже конкретно переходила уже в другую жизнь до следующую жизнь и по медицинским показателям она не должна была выжить да то есть это очевидная вещь на сегодня но когда инкарнационный цикл перекрыт вот этот змеиный глаз закрыт сознанию некуда течь она стоит стоит вот как из болота выпустил воду а перекрыта до ручей не течет больше и это вода стоит стоит и она в болотце и ты говоришь давай в другую сторону потечем давай потечем в эту жизнь и будем искать интерес в этой жизни и счастье в этой жизни потому что в следующей жизни тоже счастье не будет перетекать наш на крайне низкочастотном состоянии а это инвалидность как правило зачем тебе это да и когда начинаешь уже а вот информационно работать сознание достаточно длительный промежуток времени вообще тупила потом все-таки пошло в сторону жизни мы наблюдаем сейчас а вот эти выходы но мы понимаем что если ты человека перекрываешь то он не может умереть мы говорим жесткие вещи но это факт это уже не раз было это было уже не раз но здесь стоит вопрос насилия над человеком а это вопрос уже этический да и вот получается когда речь заходит вот о насилии мы все-таки всегда стараемся быть на одной волне с человеком потому что мы видим в человеке себя и мы не гадим себе но иногда бывают моменты что мы видим что то что делает сознание человека в силу своей недоразвитости или низкого интеллектуального уровня да вот в данном физическом теле идет сбой по программе идет резкое ухудшение до состояния и тогда следующая жизнь будет хуже этой и тогда тогда все средства хороши жестко конечно но здесь получается всплывает и в книгах она описана эта тема вот сам змеиный глаз и работа с ним психотехническая база конечно в книгах не может быть описано но вот эти моменты перекрывания в надсознании информации мы давали на семинарах работу со змеиным глазом мы давали на семинарах работу с мигом с подсознанием мы давали на семинара то есть все что касается ресурса все что касается удлинения жизни и так далее и перезаписи информации на уровне днк мы тоже давали на семинарах поэтому почему мы говорим вот уже на семинарах и почему это не описано в книгах потому что если человеку начинаешь давать это вот словами ну фантастика какая-то чушь а когда человек это проживает нашем опыте через погружение он осознает насколько это реально насколько это глубинно насколько четко работает сознание и насколько это серьезные вещи это настолько серьезные вещи что но я не знаю более серьезной темы смотрите вот например для человека чтобы вы понимали для человека который живет день-ночь когда вы человеку делаете наркоз для того чтобы провести операцию это хорошо или плохо но ведь у него день-ночь цикл сбивается когда вы человека вводите в кому это хорошо или плохо но ведь у него цикл дни и ночи и вообще информационного обмена сбивается но при этом вы боретесь за тело по имя виду врачи борются за тело за то чтобы он в принципе остался жив когда мы говорим про инкарнационный цикл и про вот эти перекрывания по сути дела это наркоз или кома медицинская кома просто кома это уже перетекание сознания мы имеем виду медицинская кома когда сознание капсулируется это об этом и этого спасения и на этом вот есть как бы время остается время пауза некая да как площадочка когда можно решить что что делать дальше да и здесь может помогать медицина очень эффективно и зафиксировать человека в этой жизни это помогает ему включить сознание это помогает ему вернуться к здравомыслию и исправить определенной ситуации сейчас дабы они не были в худшем варианте дальше потому что вот тоже интересный вопрос звучал на ю тубе уже на многократно да какая разница мы к следующей жизни не имеем никакого отношения там же меня не будет и человек связывает себя как я только с этим физическим телом господа когда вот это я откроет глаза в инвалидной коляске с абсолютной бесперспективностью и на каком-то этапе может вспомнить а есть период когда может вспомнить еще когда информация есть дельта когда информация может это ворваться в его жизнь то что ты мог исправить там но ты не сделал этого и тогда наверное будет больно больнее чем и тогда мы наверное я даже сказала наверное ему вот тогда не знаем мы живем и не знаем почему у меня вот такое там настроение или вот такая невезуха да это все об этом а если учесть что все в моменте здесь и сейчас происходит вообще все абсолютно же ваша будущая жизнь она уже идет то вы и сталкиваться будете какая разница вы говорите у меня какая будет следующая жизнь да никакой получается но при этом вы будете уже в этой жизни проживать вот такое окружение которое на которое вы реагируете как какая разница какой я буду инвалид так инвалид и при этом вот вы будете уже сейчас это проживать если действительно включать здравый смысл здравомыслие то надо осознавать что вся реальность творится моменте здесь и сейчас и только в моменте здесь и сейчас осознанно можно исправить текущую жизнь можно оставаться в этом физическом теле значительно дольше занимаясь любимым делом следуя интересу и можно точно так же неосознанно шагнуть в пропасть искать ну будь что будет разобьюсь так разобьюсь не разобьюсь так не разобьюсь и вот смотрите ключевым все-таки при работе с инкарнационным циклом человека является его состояние с которым он входит в него и там кстати вообще это цикл он очень интересно выглядит в надсознании он выглядит интересно там как рождаются инкарнационные дуги как начинается отмотка информации снять информации как вихри запускаются а мы четко можем наблюдать вот иглу кощей бессмертного там там очень много интересных моментов которые это в надсознании до в подсознании у нас происходит перетекание и в подсознании у нас появляются персонажи связанные с сознанием это жук с корабей и там уже появляется часть которая описана как ангельская часть да но это именно при перетекании при захвате ресурса и тут же становится очевидно когда мы работаем с надсознанием подсознанием насколько важно насколько важно до 40 дней на поминках когда провожают человека во первых не понижать его чистоту вспоминать его хорошим словом насколько важно пригласить его в жизнь к себе например внукам или сыном или дочери или там родственникам для этого же устраивались поминки мы не знаем для чего они устраивались да на самом деле если посмотреть суть то на поминках говорят только хорошие покойники вспоминают и приглашают кто-то говорит он классно было бы чтобы вот мы с ним снова смогли там посидеть за столом поговорить там и так далее осознание это раз и воспринимает как приглашение приходи ко мне в семью мы с тобой будем сидеть за столом говорить и так внук появляется да или внучка и так далее то есть вот эти вещи они были издревле но раньше люди видящие осознавали что вот он потек его сознание потекло к тому то в тот род или в этот род чаще по своему роду конечно к своим детям и к своим внукам и тогда цикл идет вперед в гармонии а бывает такое что вот там где имеет место религия имеет место черная магия имеет место насилия именно психическое насилие и возникают циклические так называемые ошибки это тоже большая тема описано в книгах и когда есть циклическая ошибка то инкарнационный цикл ломается человек летит в прошлое повторяются циклические ошибки одну и ту же жизнь человек может проживать десятки раз и так далее и концовка это вот умственное отставание дцп аутизм это вот та тема с которой мы по сути дела и работаем и как на которой вот у нас и есть проявленные результаты как доказательство того что мы не говорим чушь мы говорим то что люди не знают мы это писали в книгах это очень серьезные вещи все что касается инкарнационного цикла тема на сегодняшний день табуированная в обществе потому что согласно там православным канонам мы живем одну жизнь и потом мы идем к вынесенному из нас богу куда-то откуда вынесли туда идете до идете да и если вы считаете что вам достойно гореть в аду вы будете гореть в аду потому что ваше сознание спродуцирует вам адскую жизнь если вы считаете что вы достойны райской жизни ваше сознание спродуцирует вам райскую но все равно будет переход перетекание и в течение 40 дней ваше сознание найдет уже до матку да куда приземлиться яйцеклетка оплодотворенная сперматозоидом и через 280 дней он уже будет человек проявлен после 40 дней плюс 280 будет проявлен где-то но вот вопрос где это может быть в текущем времени в текущей реальности а может быть точкой в реальности например в прошлом то есть в архивной реальности но она также в психике реальна но там будет игра уже других персонажей и в данный момент играя в этой реальности не играйте в той реальности но И там играет другое сознание, другие люди. Сознание должно течь, оно всё равно будет течь. И ему без разницы, куда вы его направили, своё сознание, оно и потечёт. Туда оно и потечёт, да. И вот гармония и правильный инкарнационный цикл – это когда в семье, в родне, в роду абсолютная гармония. Тогда и род развивается. Он развивается красиво, он развивается сильный, здоровый, красивый род. И сознание тогда перетекает к своим потомкам, да. И потомки повторяют, и уже обучают, и развивают ту тему, которую, зная, вот дедушка увлекался этим, этим, этим. У него был интерес, он жил интересом. Соответственно, они встречают этого дедушку и опять обучают его этому же. И он становится ещё более гениальным, ещё больше может углубиться. И таким образом рождаются гении в дальнейшем, да. Люди, которые уже не одну жизнь, а десятки жизней занимаются одной и той же темой. Потому что их род помог им, их потомки помогли им прийти опять-таки вот в это развитие и к этим же темам, которые были интересны. То есть поддержали их интерес. Поэтому тема… Накопление знаний и опыта даёт развитие, рост. Рост, да. И это расширение сознания. Сознанию надо дышать, сознанию надо течь, сознанию надо расширяться. Как ручей впадает в реку, река впадает в море, море впадает в океан, да. Да. И это всё шире, шире, шире. Вот точно так же надо и сознанию. Ему надо развиваться. Если образуется затхлое болото, перестаёт быть интересно, сознание сужается, включается змеиный глаз. Да. И там змеиный глаз, знаете, что напоминает, когда он включается в работу? В надсознании это напоминает разнос кабинета. Вот полностью разнос вихрями просто такими, как торнадо разносят кабинет и ломает всё. Да, очень похоже. Но это в надсознании. А если вы заходите через змеиный глаз, то это чёрная дыра. Космическая чёрная дыра. И она так хобаной выворачивает тор наизнанку и перезапускает жизнь. День, ночь. День, ночь. Потом дальше 40 дней плюс 280. Длится сон. И потом раз, и снова пробуждение. И человек пошёл играть в следующую жизнь. Вот эти вещи мы описывали все в книгах. Кстати, я уже не помню. Оно просто так шло. Информация в психике повторяется. Смотрите, она есть на тёмной части, она есть на светлой части, и она есть в дырке от бублика. И получается, что она по-разному воспринимается, она даёт разные возможности работы. Она реально даёт разные возможности работы. Если, например, с надсознанием, мы с инкарнационным циклом работаем, мы можем очень быстро вкинуть ресурс в жизнь, и у человека будет остановка умирания очень быстро. Но это не прекратит перетекание сознания. Не прекратит, если человек не хочет жить. То есть здесь важен будет выбор человека. А уже когда мы заходим из пустоты, там, где сознаёшь себя с этим человеком одним целым, и смотришь на его жизнь, делаешь всё как для себя. Как для... вот прям... Всё как для себя. То есть, с одной стороны, вроде как это и насилие, взять человека, вот эту депрессивную, которую мы удерживали, да, ну, понимаешь, но с другой стороны, понимаешь, ну, пойдёт в инвалидное кресло, ну, зачем это? Ну, сейчас, а здесь хорошее тело, здесь действительно талант, здесь действительно можно жить и радоваться жизни, да? То есть, ну, тогда перекрываешь и ставишь перед стеной, говоришь, будем искать другой вариант, как уйти из затхлого болота. И на самом деле, тогда приходится уделять дополнительное внимание, чтобы найти причины депрессии. Ведь зачем-то человеку нужна была депрессия, да? И зачем-то сознанию надо было отказаться от этой жизни в силу депрессии. Ну, вот в данном конкретном примере это человек соединил, наложил роль на жизнь и перепутал жизнь и роль. То есть он заигрался, заврался сам себе. И когда он заврался сам себе, заигрался сам в себя, да? И вот возник вот этот вот… Вороночка. Замкнутый круг вороночка. Когда неинтересно, когда вру, 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 туплю, 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 и дальше неинтересно, дальше бесперспективно. Тут яркая проявленная жизнь, всё, а внутри пустота, образуется вот эта воронка, которая начинает втягивать, тягивать, Таким образом образуется депрессивное состояние, втягивающее в нее. И потом дальше открывается инкарнационный цикл. Поэтому вот эти все вещи, которые мы проговорим, они на самом деле очень легко наблюдаемы в людях. Смотришь на человека и осознаешь, что у него сейчас эти состояния. Но это именно работа с состояниями. И очень много вреда люди приносят себе сами своим отсутствием разума. Отсутствием разумного подхода к себе. Отсутствием любви к себе. Отсутствием ценности жизни. Отсутствием вообще глубинного понимания того, что ты Бог и ты бессмертен. Это все бывает из-за выноса ответственности. Конечно, важную роль здесь играет религия. Очень важную роль. Вот это вынос Бога из себя и вынос ответственности за свою жизнь, он усугубляет и депрессивное состояние, и все остальное. Но иногда человек и без религии точно так же себя проявляет. То есть все мы разные. У нас у всех свои тарканы. Но если мы берем инкарнационный цикл, то он един у всех. И там, кстати, в книгах всплывает еще одна тема. Она вообще табуированная в магии тема. Она называется Эквадория. Понятие это, ну, это действительно очень продвинутые источники магии, которые о нем могут упоминать. И то, скорее всего, в описательном ключе. Потому что, как правило, оно замалчивается. В книгах мы его раскрываем. Мы его описываем, мы показываем, как с этим работать, что это такое, как это работает на физиологическом уровне и так далее. А в книге «Инфодайм. Глубина» мы еще через эту штуку выходим на прикрепление струн. И тогда вот ждать от человека, пока он поумнеет и сделает шаг из своей депрессии в счастье, мы устали от глупости. То есть, когда тебя слышат с восьмого раза, это тяжело на самом деле. Но это все был наш опыт, который мы проходили. Наверное, мы точно так же тупили, раз мы видели такие отражения. И вот в какой-то момент у нас появилась ясность сознания, и мы увидели, каким образом можно сделать так, чтобы человека просто переключать. И вот это уже делается на глубине. Но это очень глубинное состояние, это работа со струнами. И работа со струнами не с надсознания, а с подсознания, потому что струны тоже есть и там, и там. Там, и там, да. А это именно работа из пустоты и фиксация именно… Ну, это создание другого музыкального произведения под названием «Жизнь». Четко. То есть произведения бывают разные. У кого-то это трагедия, у кого-то это комедия. Мы стараемся страдания, депрессии и мучений переключать в счастье, любовь, радость и так далее. И, в принципе, то, что у нас это получается, вы можете наглядно видеть по сообщениям на сайте ПопБай. Вот я сегодня много опубликовала. Девчонки пишут. У нас как-то очень много детей, кто ушел из инвалидности. У кого врачи не могут объяснить сейчас, как повыключались заболевания. И вот просто сейчас период к школе люди проходят медосмотры. И врач не может, например, вот сегодня по Вероничке прислала мама, врач не может, например, год назад ребенка трясла эпилепсия, у ребенка были судороги, у ребенка поставлена официальная инвалидность, да. Приходит через год, ребенка не трясет, нет судорог, и они не пьют медпрепараты. И что с этим ребенком делать? Снять инвалидность? А как? Это же взять на себя ответственность, а в нашем обществе люди не привыкли брать на себя ответственность. Это же все воля у Божья. А как на Бога перевесить инвалидность, да? Смешно смотрится со стороны. Вот. И вот когда эти вещи уже видишь и осознаешь, ты понимаешь, что на самом деле вот человек, когда переходит из своего страдальческого, трагического сценария жизненного, в счастье, радость, любовь, да, в благодарность себе и людям, то он и развивается и проявляется совсем по-другому. Сегодня, кстати, я увидела, как проявляется отец Веронички. Не видела еще? Мама смонтировала фильм. Я просто была в шоке. А самолет, он с парашютом, высший пилотаж, вылазит на самолет и прыгает спиной назад с переворотами. Ого! Вот это папа проперлась. Вот это папа! Мама написала, он ест жизнь большими ложками. Супер! Ой, как красиво, да? Ест жизнь большими ложками. Да, а вот смотрите, что должно было перещелкнуться в голове у папы, чтобы он понял, какой кайф это жизнь, как можно ловить драйв по полной, да? Вообще, так красиво сказала, мне понравилось. Вообще, понимаете, и тогда, когда сознанию интересно, вы думаете, оно будет перетекать в другую жизнь? Нет. Вы думаете, оно будет ломать тело и психику? Нет. Оно будет взращивать вот этот интерес, культивировать его, помогать быть здоровым, помогать быть счастливым. На самом деле, нашу жизнь мы можем прожить, как несколько жизней в одной жизни. Просто не ставя себе ограничений, не ставя себе невозможного, этого нельзя. И жить такую нудную, растянутую, ну и нудную, низкочастотную, депрессивную жизнь. А именно в этой жизни прожить несколько жизней, когда ты горишь, когда тебе интересно. И ты, то, чем ты интересна, ты этим занимаешься. Или там узнаешь это. После этого у тебя раскрывается еще что-то интересное, еще интересное, еще. На самом деле, это действительно по образу и подобию, это в одной жизни, множество жизней можно прожить. И кайфовать, двигаться, все время двигаться, а не ставить себе ограничения. Это невозможно, это все ограничения ума. Но на самом деле, это все возможно лишь при одном условии. Когда вы искренние и настоящие, сами с собой. Когда вы полностью искренне и открыты себе. Не идете за чужим интересом. Только вы внутри чувствуете свой интерес, свой огонь. На последнем коллективном погружении мы разбирали, чем личный интерес отличается от семейного. Самая большая подмена, да? И помните, когда, особенно у женщины, нет личного интереса, она уничтожит всю семью. Да, всех. Она уничтожит всех. Это самка богомола. И мы об этом прямо говорили и показывали. Только личный интерес дает наполнение, дает любовь, дает счастье, дает проявление и дает жизнь. И еще я скажу. Наши книги желательно читать в последовательности той, которая была написана. Потому что, когда читаешь последовательно, вот просто идешь и как мы развивались, вот как мы узнавали информацию, она раскрывалась нам в той последовательности написанные книги. Вот. А это первое. Управление восприятием. Управление восприятием. Потом инфодайвинг над сознанием, инфодайвинг под сознанием, инфодайвинг счастья, инфодайвинг коллективное и бессознательное, инфодайвинг знания. Потом будет инфодайвинг практика, инфодайвинг глубина. Управление восприятием, видите, оно не содержит слова инфодайвинг, потому что оно полностью собирает все темы, все практики, все духовные и сектанские, и религиозные, и психологические, и психотерапевтические направления, показывая, как это все работает и все это объединяя под грифом гипноз. И потом, вот самая большая разница, различать гипноз от инфодайвинга. Вот все, что касается объективного восприятия, внешнего восприятия, все полностью собрано и систематизировано, и собрана хорошая психотехническая база для тех, кому тяжело войти вовнутрь, и кто скользит по поверхности Тора, это в книге управления восприятием. На сегодняшний день, когда я смотрю, и люди говорят, ой, гипноз существует, не существует, верю, не верю. РЕН-ТВ там такую чухню загоняет про гипноз, что я иногда так смотрю, думаю, вообще люди, у вас разум есть, ну просто, просто извилины. И при этом, если ты хочешь эту базу, если ты хочешь играть в гипноз, это одна тема. Но если ты хочешь действительно быть счастливым, и ты хочешь стать собой, искренним, настоящим, и открыть в себе способности своей психики стать богом, осознать то, что бог в тебе, что его не надо выносить, и ставить между собой богом посредников, то тогда инфодайвинг. Потому что инфодайвинг – это вход вовнутрь и углубление в себя, по сути дела, до бесконечности. Да, но по парадоксу, по парадоксу, если вы совсем уже углубитесь, вы выйдете в игру с обратной стороны. Вот этого делать не надо, есть точка, есть прикрепление информации на струнах, и вот с этого момента, когда вы осознаёте, как строится игра, и вы знаете, вот точка сама, самая последняя точка осознавания психики, дальше которой ходить не имеет смысла, это когда вы осознаёте начало игры, и когда вы осознаёте, что кроме вас никого нет. Когда вы видите в каждом своём ребёнке себя, в родственниках себя, в людях на улице себя, и вы всё, что вы не делаете, вы будете делать всё как для себя. И тогда вопросы про инкарнационный цикл не будут стоять, о, да там насилие или там не насилие, то с чего мы начинали, да, а мы проходили, мы переживали на эту тему и так далее. Когда мы пришли в точку сегодня и осознаём, что весь мир это мы, и видим в друг друге отражение одного я, мы осознаём, что мы для человека всегда всё делаем, как для себя. И исходим всегда в работе и в информации, и поэтому у нас и открыт доступ к любой информации, потому что каждый человек это мы. И это может абсолютно каждое сознание, но сознание человеческое. В наших книгах, особенно в коллективном бессознательном, вы поймёте, что у людей зачастую нет человеческого сознания. Но это большая отдельная тема. Это начинается она в книге «Коллективное бессознательное» и дальше углубляется, углубляется, углубляется. Но инкарнационный цикл есть у всех. Спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо. Задавайте вопросы, присылайте. У нас на два или на три подкаста уже вопросов на присылали, поэтому просто, возможно, некоторым придётся подождать в очереди. Но вы всё равно задавайте. Да, точно задавайте, присылайте. Спасибо вам. Спасибо.